Всем приветики! Сегодня, наконец-то, будем пробовать все, что у меня есть от бренда Шик. У меня довольно много продуктов, но все-таки не все. То есть, одну штучку я не нашла, к сожалению. Возможно, обзор будет немножечко предвзятым, потому что, на самом деле, мне кажется, я довольно положительно отношусь к бренду Шик. Он мне чем-то очень импонирует. Ну, наверное, об этом я расскажу уже далее в видео. Также, перед тем, как мы начнем, я хочу снять эти уже высохшие патчи. Они уже прям так хорошенечко приклеились ко мне. Теперь видно мои красные глазки. Отлично! Прям супер! Это патчи от бренда Маскахолик. Они прислали мне немножечко своих продуктов. Хотя, что забавно, один продукт у меня уже был от них. И это конкретно маска Перфектор. Вот у меня еще также есть теперь запакованная упаковка. И теперь есть еще несколько продуктов, которые я, в принципе, хотела попробовать. И, к счастью, бренд ко мне прислушался. И прислал, в принципе, то, что я как раз-таки хотела попробовать. Но начну с маски Перфектор, которая у меня уже была. Это, по сути, довольно базовая глиняная маска на базе белой глины. Но здесь также есть еще салициловая кислота. И также есть источник Сера МСМ. Ну, я это называю просто Сера. Это, кстати, как раз-таки был один из факторов, по которым я выбирала себе маску. Когда я как раз-таки покупала сама эту маску. Я хотела, чтобы в составе была сера. Потому что сера хорошо влияет на конкретно мою кожу. Вообще, в принципе, сера должна как раз-таки успокаивать кожу. И также снижать вот эту вот излишнюю жирность кожи. Подсушивать какие-то воспаления. То есть, это больше именно функция, направленная на снижение жирности. Нежели на прям вот капитальное какое-то очищение. За очищение здесь отвечает как раз-таки глина. Но она вот чем хороша, что она не очень прям сушит кожу. Потому что некоторые глиняные маски прям очень сильно сушат. Здесь, в принципе, в пределах нормы, наверное, потому что здесь есть также еще бетаин и алоэ вера. За счет этого такой идет немножечко как бы баланс, который смягчает сушащее действие глины. И также вот салициловая кислота. Ну, мы все знаем, что она против воспалений каких-то прыщей. И вообще, в целом, уже застоявшиеся тоже какие-нибудь пятнышки хорошенько выводит. Мне конкретно эта маска нравилась. Она стоила недорого, поэтому то, что у меня теперь есть еще одна упаковка, я только рада. Вот у нее, в принципе, такая довольно обычная текстура. Немножечко как суфле в какой-то степени. И потом она вот застынет. И будет как обычная глиняная маска. Потом ты ее смываешь. И кожа такая матовая. Немножко подсушена воспалением. Жирность снижена. И, может быть, какие-нибудь пятнышки при... Ну, это уже при более, скорее, таком продолжительном использовании. Будут потихонечку отбеливаться. И, в целом, высыпания будет меньше. И также я хотела попробовать увлажняющую маску. У них еще, оказывается, есть успокаивающая маска. Возможно, я ее хотела попробовать. Но я сказала увлажняющую. Поэтому вот, пожалуйста. Я теперь хочу и успокаиваю еще тоже попробовать. У нее текстура такая вот кремово-гелевая. Запах, кстати, практически отсутствует. Но есть такой немножечко мыльно-цветочно-кисленький запах. Да. Мне эта маска напомнила чем-то маску от Нивея. Когда-то давно продавались маски Нивея в Саше. Потом эту маску уже начали выпускать в большом объеме. По крайней мере, у нас в России. Мне кажется, что ее сначала не было вот в полном объеме. А потом она появилась тоже как раз-таки в таком вот тюбике. И там, по-моему, тоже была гиалуроновая кислота. Она тоже такая базовая увлажняющая маска. Здесь есть экстракт огурца. Неоцинамид. Ну, неоцинамид. Очень полезный, опять же, компонент. Его хоть сейчас везде собираются добавлять. Ну, и пусть продолжают это делать. Потому что он как и против воспалений борется, так и против каких-то возрастных изменений. Ну, понятное дело, при, наверное, тоже регулярном применении и достаточно хорошей концентрации. Также здесь есть экстракт маргаритки. И вот про него ничего не могу сказать. Но написано, что он успокаивает кожу и уменьшает дискомфорт. И экстракт бессмертника. Вот, да, бессмертник, кстати, тоже про него наслышанно. Восстанавливает pH и делает кожу гладкой и сияющей. Ну, то, что огурец увлажняет, я думаю, всем и так понятно. Про неоцинамид здесь написано, да, оказывает поросуживающий эффект и выравнивает тон в сочетании с экстрактом маргаритки. Да, ну, вот он не только может тон выравнивать, но еще и, опять же, на какие-то вот такие возрастные изменения, по идее, может влиять. Ну, не знаю, может быть, не в этой концентрации, которая здесь есть в этой маске. Маска вот хорошо подойдет на как раз-таки вот этот вот холодный период. Но, наверное, кроме тех случаев, когда у вас кожа прям вот слишком такая вот раздраженная. Потому что, если она слишком будет раздраженная, то маска будет щипать. Как и, наверное, 90% продуктов на рынке. Очень сложно, как оказалось, найти какой-то продукт, который при нанесении на раздраженную кожу не будет адски печь. Или хотя бы будет печь, но какое-то время, а потом прекратит. Вот здесь вот лучше на супер раздраженную кожу не наносить, а вот на просто сухую, обезвоженную, тогда она хорошо подойдет. Вот я, кстати, ее на руки нанесла. Отлично получился увлажняющий такой крем. Я ее, пожалуй, так и оставлю на время обзора. И третье средство, которое я очень сильно хотела попробовать, это кислородное молочко для сухой кожи. Оно у меня лежало в избранном на Вайлдберрис. Я сразу такая, вот мне его, пожалуйста, можно прислать. Это, по сути, просто молочко для умывания. Оно не прям вот как молочко. То есть, я думала, что он будет такой немножко как крем, который будет пениться. Но это оказался просто гель. Он такой вот полупрозрачный, с немножечко молочным оттенком. И вот это молочко для как раз-таки сухой чувствительной кожи. И оно мне прям очень понравилось. Я, наверное, с тех пор, как мне его прислали, еще это было до Нового года, наверное, около уже почти месяц, им только и пользуюсь, потому что у меня как раз-таки сейчас очень сухая кожа. Тут написано, что оно еще снимает остатки макияжа. Ну, я бы вот не сказала, что это средство очень хорошо будет справляться с макияжем, потому что оно достаточно мягкое. И лучше, ну, как бы, как я делаю. Я сначала просто умываюсь гидрофильным бальзамом, а потом уже его смываю вот этим вот молочком. И получается просто супер. То есть, кожа вообще не пересушена. И вообще нет никакого чувства стянутости. Здесь есть масло Бабасу. Надеюсь, я правильно поставила ударение. И экстракт зеленого чая. В общем, здесь 200 мл, достаточно большой объем. Молочко недорогое, где-то в районе 500 рублей. Оно мне очень-очень понравилось. Возможно, я даже его, после того, как оно закончится, его куплю. И также, собственно, про патчи хочу сказать, которые сегодня на мне были. У меня конкретно версия это детокса. То есть, что это детокс делает? Снимает признаки усталости, увлажняет, повышает упругость, восстанавливает и обновляет кожу. Здесь у нас экстракт иноградной косточки, экстракт солодки и ячменя. Как вы могли заметить, патчи просто огромные. То есть, они вот такую вот зону как бы покрывают. Ну, они тканевые, как вы могли заметить. Я очень давно не пользовалась тканевыми патчами. Я вообще ими практически не пользуюсь. У меня лежат в холодильнике. Я все время как-то игнорирую их в своей жизни. Эти мне понравились тем, что они не сползают. То есть, вот гидрогелевые патчи, вот с ними только лежать. Наверное, это одна из причин, почему я их игнорирую, а тканевые я не покупала. Здесь же приклеила, и они вот на месте. И вот я с ними тут ходила, камеру устанавливала, свет устанавливала. Все на месте держалось. Потом они просто высыхают, их отклеиваешь и готово. Ну, можно также держать в холодильнике. Здесь у нас, по-моему, 4 пары в одной вот такой вот упаковочке. И также мне еще прислали маски, несколько штук. Одна версия детокс и вторая версия лифтинг. Там есть еще другие, так скажем, вариации этих масок. Но мне их не прислали. Я вот попробовала, который уже детокс. Здесь у нас пептидный комплекс, гиалуроновая кислота, экстракт алоэ. В принципе, это стандартные такие масочки. Чем мне они понравятся? То, что у них, как оказалось, просто какая-то невероятная форма. Вот здесь вот нарисовано. Но я почему-то не додумала сохранить маску. Здесь, в общем, есть такие специальные штуки за уши. И вот здесь вот тоже на зону шеи, что вообще просто офигеть, как круто. И они за счет того, что вот есть вот эти вот все крепления, настолько хорошо и плотно лежат на коже, что, во-первых, большой плюс, нет никаких вот этих вот заломов от маски. Потому что это немножечко лишает смысла, в принципе, от листовой такой маски. Потому что если где-то есть какие-то заломы, то они могут так на коже и отпечататься. И получится немножко обратный эффект. А во-вторых, тебе не обязательно просто лежать вот так вот на кровати. Можно ходить, делать свои дела. Она никуда не падает, не сползает. Прям вот лежит ровно на лице и прям вот намертво, пока ты ее не снимешь. Конечно, желательно делать маски лежа. Но если вы ходите, все равно будет эффект увлажнения, питания. В общем, вот такие вот продукты от Маскохоликс мне прислали. Все они есть на Азоне, на Валбирес. Я, по крайней мере, там покупала. И там они как раз по нормальной цене. Ну, а теперь, наконец-то, приступим к обзору Шик. И первое, что покажу, это бальзам. А, нет, стоп, подождите. И бальзам еще рано хочу нанести крем для лица. Потому что у меня здесь будет два разных тональных крема. Один будет вот этот, который называется Perfect Liquid Foundation. В оттенке, по-моему, 0.1. Он такой более плотный. Для него нужна такая более-менее подготовленная кожа. Второй будет вот этот вот поновее, который у меня испачкался. Valid Cover Foundation. Сразу скажу, что он более увлажняющий. Поэтому, ну, в принципе, под него не обязательно прям уж сильно как-то увлажнять кожу. Но вот, я думаю, вот такого вот крема. Обычно вот такого вот увлажняющего крема, не сильно плотного и не сильно жидкого, будет плюс-минус достаточно. Это у меня от бренда High Skin. Мне тоже его присылали. И я им часто пользуюсь как раз-таки под макияж. Потому что здесь есть минеральное масло. Да, минеральное масло я сейчас полюбила невероятно. Коллаген. У меня там есть гиалуроновая кислота. Он как раз-таки такой скользящий, приятненький. Теперь возвращаемся, собственно, к бальзаму. Это бальзам для губ. Total Repair Balsam SPF 15. У него такой приятный конфетно-бледно-молочно-розовый оттенок. И пахнет он для меня сгущённым молоком. Он должен восстанавливать губы очень хорошо. И он, кстати, мне кажется, правда это делает. Хоть я и не часто им пользуюсь, наверное, потому что, в принципе, я перед макияжем не додумываюсь на носить бальзамы. Хотя он хорошенько напитывает губы. И после него прям вот эти все шелушения, которые на губах имеются, они прям отваливаются. Если хорошенечко прям подержать его на губах. Заметьте, как он блестит на самом деле. Он прям как водная гладь. Короче, бальзам мне нравится. Сразу скажу, но это не самое интересное у бренда. А теперь мы будем, собственно, использовать два тональных крема. Потому что я не знала, как его нанести на одно лицо. И решила, что ну а для чего мне две стороны лица, правильно? В общем, начну вот с этого крема, который называется Perfect Liquid Foundation. Он вышел у бренда уже давно. Но я его вот решила попробовать прям вот как только вышел вот этот второй крем. То есть я только решилась его взять. И тут выходит вот этот, думаю, ну блин. Ну ладно. Я в любом случае не жалею, что я его купила. Единственное, что здесь довольно бледный оттенок. Это 0,1. И он как бы для меня хорошо подходит. То есть я, в общем-то, такая бледная, наверное, и есть. Но я бы хотела, наверное, взять оттенок 1,5. Чем примечательен этот крем? Со слов бренда Шик. Тем, что здесь, скажем, много пигмента очень. И он должен ложиться довольно тоненько. Но при этом прикрывать все какие-либо нюансы на коже. И при этом должен быть на лице вот абсолютно незаметен. На руке так и есть. Вот он прям вообще как будто бы растворился в ней. Но вот на него очень противоречивые отзывы. Когда я выбирала и думала вообще брать его или нет. Кто-то говорит, что это просто лучший тональный крем. Что он ложится тонко, все перекрывает. Его не видно на лице. Он там не блестит. Ничего вот такого нет. А кто-то говорит, что это ужасно. Он подчеркивает все шелушения. Он там где-то залипает. Он там сушит. В общем, такой товарищ. Я сама вообще видела, что Наталья Шик часто говорит, что его надо просто подмешивать куда-то в другие тона. Более увлажняющие, чтобы добавить им стойкости, пигмента. В принципе, наверное, в этом есть смысл. Часто визажисты так делают. Но на самом деле он мне понравился и сам по себе. Хоть у меня сейчас много шелушений. Я его начала пробовать, когда как раз-таки начала пользоваться ретиноидами. Ну, в частности, ретиноидом. Да, да. Я уже в каждом видео это говорю. Но я просто так говорю не потому, что я должна это сказать. А потому что оно, это очень сильно влияет на состояние кожи. И часто она шелушится. Из-за этого становится сложно пробовать косметику. В частности, тональные кремы. Вот. И я его пробовала, когда у меня были какие-то такие вот небольшие шелушения. Мне показалось, что если прям хорошо увлажнить кожу, то есть вот сделать все как положено. То есть там тоник, сыворотка увлажняющая, крем. И в целом у вас кожа не прям вот мега какая-то засушенная, сухая. То будет нормально. Сейчас, блин, минус 28 градусов. Возможно, он сейчас высушится у меня на лице и будет ужасно. Но я его пробовала где-то, по-моему, в начале декабря. Или в конце ноября даже вот чаще. Тогда температура была такая плюс-минус адекватная еще. Не было так много отопления. И мне нравилось, как он выглядел. Я его где-нибудь, наверное, здесь вставлю на фотографии. Селфи я делала. То есть он, правда, очень хорошо прикрывал. Тонко лежал на лице. И, естественно, выглядел. Также про него говорят, что если наносить его спонжем, будет более влажное какое-то сияние на лице, скажем. Ну, такое более сатиновое будет. Если кистью, будет более матовое. Я, наверное, не заметила какой-то разницы, что кистью, что спонжем. Но окей. Мне, в принципе, кажется, что у него довольно естественный финиш. Он и не блестит сильно, но и это не прям пудровый какой-то финиш. Я вот думала, что вот этот будет суперпудровым. Тут же написано вельвет, в конце концов. Но это оказалось вообще не так. В общем, мы наносим его, наверное, на правую сторону лица. Вот. Его нанесу я прям вот отсюда. Его, кстати говоря, не нужно много. Как можно заметить, я его наношу прям вот точечно. И то уже, видите, вполне достаточно для того, чтобы большую область лица перекрыть. Вот, видите, какой он прям белый для меня. Но большой плюс то, что там большая такая палитра оттенков, что можно вот даже на полтона чуть-чуть вот выбирать. Светлее, темнее, как вот хотите. Я его решила кистью потушевать, потому что области губ немножко сложно это делать. Так, ну вот, как видите, у меня вот здесь вот, хотя, может, и не видите, есть небольшие такие шелушения около глаз. Но в целом веки очень шелушатся из-за того, что туда, видимо, попадает тоже чуть-чуть ретинола. А тут кожа такая чувствительная, и она начинает сильно шелушиться. Но в остальных местах то он лежит хорошо. И надо сказать, что он очень-очень стойкий. То есть я вот им чаще всего коротки пользовалась на выход куда-то. То есть в бары, в рестораны, когда я хотела, чтобы точно все прям вот держалось как надо. Итак, переходим теперь к вот этому тональному крему, который вышел относительно недавно. Это Velvet Cover Foundation. У меня в оттенке Cotton, самый светлый, 101. Я вообще его не собиралась на самом деле покупать, потому что когда я увидела слово Velvet, я подумала, что ну этот, наверное, еще более матовый, чем вот этот. Этот как бы такой полуматовый, решили сделать вообще прям вельветовый, такой бархатистый. Ну, вельвет, это же вроде как бархат, насколько я знаю. Но нет, этот оказался тональный крем, наоборот, более таким увлажняющим. Я им пару раз уже пользовалась. И он как раз таки, несмотря на то, что вот такой вот прям типа самой светлой в линейке, он не прям светлый. Он мне, ну, наверное, в принципе, хорошо подходит. Может быть, можно было взять, ну, и второй оттенок. Но и так достаточно нормально. Сейчас мы его будем наносить. Видите, он уже такой более влажненький. Тут, конечно, еще освещение у меня есть. Но, тем не менее. Когда я его пробовала, когда я его уже носила, мне он показался достаточно тоже нормальным. За исключением тех моментов, что он может чуть-чуть подчеркнуть шелушение. Ну, как вот у меня вот здесь вот. Здесь у меня прям конкретное такое шелушение. Здесь прям у меня я как ящерца кожу сбрасываю. Но в остальном он лежит красиво на лице. И, наверное, если у вас нормальная кожа и сухая, но без вот каких-то таких видимых шелушений от ретинола. Сейчас я вот здесь вот попробую уплотнить на этом шелушении. То все должно быть хорошо, потому что он тоже невидимый на коже. Вот что, мне кажется, у обоих этих тональных кремов. Они очень так прям легко ложатся. И если их наносить тонким слоем, особенно спонжем. Но вот здесь вот, да, сейчас я приближу, будет видно, наверное, что вот здесь вот у меня есть шелушение. И он довольно так некрасиво лег. Но не факт, что другой тональный крем лег бы тоже хорошо на шелушение. Пигментация у него не такая плотная, как у вот этого тонального крема. Но достаточно тоже такая умеренная. Сейчас я приближу. В принципе, здесь вот чуть-чуть более такое матовое лицо. Но все равно просвечивает что-то. А здесь вот более влажное. И, мне кажется, он красиво сидит. Опять же, вот кроме вот этого момента. Так, далее переходим к консилеру. Консилер у бренда 1. У меня он в оттенке 1. Это не самый светлый в линейке. Есть, по-моему, там еще более светлый. Но вот этот вот оптимален. Он и так, мне кажется, довольно подходящий для меня. Да, он чуть-чуть такой желтоватый. Сейчас я его нанесу на зону под глазами. И, наверное, на подбородок. Сюда. На нос. И на вот эту вот штуку у меня на лбу. Надеюсь, она когда-нибудь пройдет. Это у меня такая маленькая ямка от плаща. В целом, консилер я уже показывала этот. И говорила про него, что вот он такой, скажем, максимально универсальный. Наверное, потому что один в бренде. Сделали вот так, чтобы постараться уходить всем. Он и не сильно матовый, и не сильно увлажняющий. Он и под глаза подойдет в целом. И на прыщи подойдет, потому что здесь есть, ну, достаточно такая хорошая пигментация. Но кому-то он может сушить. И, по-моему, жаловались на это даже люди, что он, ну, сушит. Для тех, у кого ультра такая прям сухая кожа. В целом, я бы сегодня тоже не наносила его, потому что у меня вот здесь вот есть шелушения, которые, ну, в общем-то, не могу сказать, что он как-то их сильно подчеркнул. Но ввиду того, что я знаю, что это не самый-самый прям увлажняющий консилер, я бы лучше что-то другое нанесла. Боже, у меня веки. Я сейчас, по-моему, приближу. Это вообще ужас просто. Настолько там у меня какой-то кошмар происходит. Видите? Прямо кусками кожи слезает. То, что нужно для того, чтобы тестировать тональные продукты. Но под глазами в целом более-менее. Так, если говорить про, скажем, такой вердикт про этот консилер, я, наверное, не буду его повторять. Просто потому что мне кажется, что он слишком дорогой. То есть он неплохой. Он меня вообще полностью устраивает. Если вы визажист, то вообще его можно как раз-таки смело брать, потому что его не стыдно взять клиенту. Я, кстати, когда красила там девушку 31 декабря, думала, надо будет что-то такое взять из консилеров. Потому что у меня в основном все бюджетные консилеры. Чтобы прям вот хоть немножко был какой-то вайп люкса. А у шик есть этот немножечко вайп люкса. Поэтому вот я его и взяла в том числе. Но только вот из-за, собственно, этого впечатления. То есть если нужен такой бюджетный люкс, чтобы произвести хорошее впечатление, мне кажется, шик можно взять. Но так, чтобы прям вот я для себя выбирала этот консилер каждый раз. Я такая, да, вот прям за него 900 рублей, 800, 900, так он стоит. Буду каждый раз отдавать. Ну, не вижу какого-то особого смысла в этом. У меня есть консилеры, которые меня устраивают за меньшую цену. Блин, белое как привидение. Так, дальше перейдем к кремовой коррекции. У меня есть вот такой вот скульптор в шайбе в 02 оттенке. И также есть вот такой вот еще старой упаковки скульппир от шик. Я его два раза уже покупала. Это у меня вторая упаковка. Но до еще одной новой упаковки я еще пока не успела дойти. Он у меня вот в 01 оттенке. И мне 01 оттенок больше нравится. Вот в шайбе, который я редко пользуюсь. Наверное, потому что вот я зря взяла 02 оттенок. Я взяла его, потому что подумала, ну что, 01 у меня уже есть, надо 02 попробовать. Лучше бы я взяла все равно 01. Первый. На тот момент только было два оттенка в линейке. Сейчас их уже четыре. Сейчас там есть уже более теплые такие оттенки. И это получится такой кремовый бронзер немножечко. Мне, по-моему, нравится 04 оттенок. Он мне чем-то напоминает, ну, по крайней мере, так, с виду, по сводчим, по вот фотографиям других людей. Напоминает что-то кремовое такое, типа Шанель бронзера. Помните, такой был в шайбочке? У меня его не было. Просто западные блогеры в один момент его очень-очень сильно распиарили. Как раз-таки тоже сейчас у Шарлотт Силбери вышел кремовый такой скульптор-бронзер, скажем. Там такой оттенок немножко ни то, ни другое. Точнее, то и другое. Вот как будто бы 04 оттенок, ну или 01 напоминают очень сильно этот продукт. Но у меня 02, он ничего из этого не напоминает. Поэтому, к сожалению, он у меня не пойдет никуда, ни в какие эти аналоги люкса. И здесь все-таки текстура такая более восковая, залипательная. Ее вот нужно прям аккуратненько так вот аппликативно прикладывать. Не вот так вот тянуть, растушевывать. Мне, поскольку я быстро очень работаю, ну как работаю, крашусь. Сама бы мне проще быстро вот так вот все это растушевать, чем вот это вот все прикладывать. Наверное, тоже одна из причин, почему я так редко им пользуюсь. Но зато такой вот скульптор, он будет более стойкий, мне кажется, потому что он такой прям прилипчивый. Я буду наносить его на вот эту сторону, а другой скульптор нанесу на эту сторону. Ой, видите, какой он прям супер такой насыщенный для моего оттенка кожи. Ну, я, кстати, вот заметила, что в одном из выпусках Натальи Шик какие-то вот визажисты говорили, что им больше нравится в шайве как раз-таки скульптор, потому что им проще работать. Ну, наверное, да, тут все тебе как бы сразу есть зеркальце, можешь просто вот так вот тык-тык-тык делать. Плюс есть рефилы сменные, которые стоят гораздо бюджетнее, чем вот этот вот скульптор. Потому что я его покупала, помню, за 2000 рублей. Кстати, справедливо. А сейчас эти рефилы просто продаются за рублей там 600-700. Как бы, да, разница немножечко имеется. Ладно, зато у меня есть теперь коробочка и футлярчик. Сделала себе прям такую скулу. Ух, мама, не горюй. Дальше вот этот вот кремовый скульптор 01. Я про него уже, наверное, ничего особо говорить не буду, потому что я часто его показывала. Это один из моих любимых продуктов для кремовой коррекции. У меня он был еще тогда как-то только вышел, когда брендшик вообще запустил только свои... продукты, скажем, именно не для бровей, а для лица. И я была в восторге от него. Так он мне нравился. Да и сейчас он мне нравится. Ох, нифига себе. Я, наверное, сюда тоже запихну куда-нибудь под губу. Мне вот он нравится то, что он более такой податливый, мягенький. Боже, так ты и не скажешь, что оттенок 01 как-то посветлее, чем 02. В общем, он более податливый, такой мягкий, легко растушевывается. Никогда нигде не залипает. Только надо взять кисть, которой я обычно это делаю. Да, я не взяла, кажется, ту кисть, которую я... А, нет, вот она, вот она, эта кисть. Господи, лежит у меня здесь. Я уже ее и не заметила. Все, деменция, старость. Блин, по-моему, у меня здесь сразу румянец получился. Надо побольше нанести этого скульптора. Возможно, на той кисти было немножко румянца. Что-то я такого не помню, но ладно. Как-то здесь, вот видите, более такое серое. А здесь как будто бы более рыженькое. Ну да, конечно, 01, он, по-моему, немножечко потеплее получается. Ну, в общем, не советую я вам делать коррекцию разными продуктами. Потому что их немного сложно сделать одинаковые на лице. Потому что они разные по текстуре и разные по оттенку. И возьму консилер. И вот здесь вот так вот сделала. Чтобы излишки всякие контуринга убрать. Собственно, почему я, наверное, так хорошо отношусь к бренду Шик, надо объяснить. Почему у меня есть к нему некоторое предвзятое в хорошем плане отношение. Наверное, это у меня еще с тех времен, когда он только выпустил свои продукты. Этот бренд. Такие вот именно для лица. Мне просто казалось тогда, что это вот бренд Натали Шик и Романова Мейкопа. От которого у меня, правда, ничего практически нет, кроме румян. Это вот те бренды, которые максимально перспективны. В плане того, что вот казалось бы, это российский бренд. И о нем узнали за рубежом. Потому что у них хорошие такие продукты. Сделанные на известных заводах. Ну, в частности, Натали Шик постоянно где-нибудь рассказывает о том, что она делает это на итальянских заводах. Где производят также бренды для Шарлотт Тилбери, для других таких известных люксовых брендов. И, конечно, это не может не подкупать. Но, что больше всего меня, так скажем, привлекает, то вот Натали Шик прям вот максимально трудоголик такой. И делала до этого видео на Ютубе. Потом сделала свой бренд. Потом она запустила вот этот вот откровенный макияж интервью с визажистами. Мне кажется, это очень полезный контент. Хоть многие критикуют Наталью Шик, говорят, что вот она там все время про себя говорит, все время там что-то перебивает, все время там что-то не так интервьюирует. Но надо помнить все-таки, что это не журналист профессиональный, во-первых. Во-вторых, это как бы такой формат, что она сама была визажистом и сама не человек отстраненный. То есть журналист, он может, допустим, быть никем, кроме как журналистом. И брать интервью у человека, который там про какие-нибудь химико-биологические материалы рассказывает. И он ничего там не понимает. Конечно, ему, собственно, ничего, кроме как вопросов-то и нечего там сказать. А здесь все-таки тема такая и для нее близкая. И плюс она какой-то свой путь там проходила, естественно, и хочется поделиться там своим опытом. В целом я не могу сказать, что она тоже мне офигеть как нравится как интервьюер и как человек, который там берет интервью. Мне кажется, с другой стороны, ее поведение также, ну, как бы логично, потому что так получается больше вот именно формат, когда вы общаетесь как человек, который красит себя визажистой, как клиент. Может быть такой вот обычный будничный, скажем, разговор. Плюс мне кажется, что все равно там за два часа она вытягивает все из визажистов, что только можно. Их какие-то техники, и их путь становления, и их там какие-то, не знаю, мечты и планы, и их неудачи. В общем, все это, скажем, больше пользы все равно, нежели там какие-то такие минус-нюансы, что она там какой-то интервьюер не такой. В целом, как бы просто программа такая вдохновляющая для, мне кажется, визажистов, которые вот только начинают. Когда я всегда смотрю вот их выпуски, мне всегда хочется стать визажистом снова. Я такая, блин, да я тоже хочу. Сразу у меня вот это появляется, потому что это вот прям прививает тебе какую-то любовь к макияжу, к тому, чтобы творить что-то вот именно в сфере косметики, макияжа и вот бьюти. И третий самый такой вау для меня фактор, это то, что она, наконец, делает завод в России, и это значит, что, возможно, скоро у нас в России будут производить классную, качественную косметику. Ну, ее и сейчас производят, понятное дело. Именно вот, скажем, на таком, как будто бы более профессионально-люксовом уровне. И мне кажется, что вот Наталья Шик – это тот человек, который сможет что-то новое именно сделать для нашего рынка, какой бы там она там ни была. Говорящая о себе, не знаю, перебивающая, не перебивающая, и все вот это. Но, тем не менее, характер, понимание дела, любовь к своему делу, у нее это все есть. И вот именно такие люди, мне кажется, двигают вообще в целом вот нишу, сферу какую-либо, неважно где. Поэтому я как бы так, скажем, снисходительно на какие-то, наверное, моменты, недостатки смотрю. К тому же, что на самом деле мне, наверное, 80% косметики Шик подходит. Так, дальше. Румяна. Румяна вот у меня в 0,2 оттенке и 0,4 еще есть у нас, по-моему, 0,1 оттенок. Для меня большая загадка, почему есть 0,1 оттенок, есть 0,2 и есть 0,4, где 0,3. Я просто как этот человек, который ищет свинью под номером, там, 0,2, которая не существует. В общем, я сегодня буду наносить вот эти румяна, которые, наверное, 0,2. Хотя могу сделать, наверное, на одну щеку так, на другую так. 0,2 у меня просто любимчики, потому что они у меня были еще до того, как их переформулировали вот в такой тюбик. И надо сказать, что тогда мне эти румяна больше нравились, я их прям все вымазала. Потому что, во-первых, они были такие более жидкие. Здесь они как будто бы стали более муссовые. И плюс, да, все уже знают, что они вот из этого тюбика плохо выдавливаются. Но, опять же, в Телеграме Натальи Шик, она сказала, что уже эту проблему решают. Что очередной плюс. В общем, это такой ягодный оттенок. Я бы не сказала, что он персиковый, он скорее такой розово-ягодный. Я его и на щеки, и на губы, и на глаза, я его куда только не мазала. Они очень стойкие и очень пигментированные. Если они у вас не засохнут, они будут у вас всю жизнь, наверное, существовать в косметичке. Так, сейчас я куда-нибудь так вот нанесу. Их надо быстро растушевывать, потому что они могут залипнуть из-за того, что у них такая вот текстура немного муссовая, и они быстро фиксируются. Надо прям вот оперативно их растушевывать. Вот, и немного на нос тоже нанесу. Еще у меня как бы был оттенок 01, точнее попытка его завести еще, когда они тоже были вот в таких вот чубиках длинных. Но я сразу купила какой-то засохший вариант. И, в общем, где-то они у меня, по-моему, я их выкинула просто. Вот, немного нанесу на губы, чтобы посмотреть, как это смотрится. Ну, блин, такой классный оттенок. Вот он прям так хорошо освежает лицо, и они такие стойкие. Это просто что-то. Вот они держатся. И, кстати, скоро выйдут новые оттенки у бренда, насколько я знаю. И вот 04 оттенок. Это такой вот пыльно-розовый холодный оттенок, который как раз-таки вот уже сложнее выдавился. Он подходит для, скажем, прям совсем светлокожих блондинок, по идее. Для них это делали. Ну, то есть для меня. Но, наверное, либо у меня слишком теплый какой-то потол, хотя сейчас я себе выпилила капитально. Ну, я вот как-то все-таки не люблю, наверное, такие оттенки. Точнее, как я к ним отношусь хорошо, но всегда, когда я думаю, о чем накрасится, я их игнорирую. Вот у меня как-то так получается. Иногда у меня бывает настроение такими оттенками покраситься. Покраситься, ну, поняли. Нанеси. Ну, это прям так редко бывает, когда я такая, блин, хочу вот эти прям. И иногда бывает, я их наношу и думаю, блин, а что я им не пользуюсь? Такие классные. Ну, что-то вот, не знаю, хочется мне всегда максимально вот таких вот ярких ягодных румян. К тому же иногда бывает такое, что вот сейчас, допустим, кстати, вот на такой бледной коже такой оттенок вот раскрывается. Как он должен? Такой вот бледно-холодный розовый. Если оттенок тонального у меня чуть более загорелый, то начинает выходить какой-то коричневый потон, то есть он больше становится румян таким коричневым. Смотрится очень натурально, но чересчур для меня натурально. Вот здесь как бы есть этот вот розовый, освежающий такой оттенок. А вот на более темном тональном эта розовинка, она теряется. И часто я в таких случаях жалею, что наношу эти румяна. Эти румяна очень хорошо раскрываются именно на прям супер такой белой коже, вот как сегодня у меня, собственно. На минуточку отвлечемся на брови. У меня здесь есть карандаши от бренда Chic. Я ими пользовалась летом очень активно, потом они куда-то пропали из продажи, и, к счастью, они снова вернулись. Я пользовалась оттенком Taup, и сейчас у них вышел новый оттенок Blonde. Он мне даже больше нравится, потому что он такой блондинистый, логично, более светлый, более такой пшеничный. Но и Taup мне очень хорошо тоже подходит. Если, например, я хочу быстрее оформить брови и сделать их более выразительными, то лучше брать Taup. Если хочется чего-то более натурального, то можно взять Blonde. Они, в общем-то, не то чтобы сильно отличаются. Вот это вот у нас Taup, а вот это Blonde. Честно говоря, разница настолько здесь минимальна, но вот Blonde чуть-чуть более такой, чуть более светло-пшеничный. В общем-то, сегодня я, наверное, буду им оформлять брови. Карандаши достаточно тоже бюджетные, по-моему, в районе 350 рублей они стоят. Ну, в общем-то, как и Vivienne Sabo, наш любимый вот этот вот карандаш автоматический. Я то его покупала, то вот Chic, еще я покупала за все это время, по-моему, Luxe Visage или Belor Design. Belor Design. Но я его покупала еще раньше, я его еще года два назад покупала, он давно вышел. Но он такой Belor Design более восковый. Этот карандаш, он более сухой, вот этот от Chic, чем от Vivienne Sabo, что мне больше нравится, потому что у меня здесь есть такой шерамик. И в целом у меня брови не густые, очень тонкие. И иногда, когда карандаш такой очень восковый, это выглядит полосками. И обязательно нужно прям растушевывать. Это как бы не проблема, просто здесь растушевывать приходится меньше. То есть здесь у меня изначально как бы брови получаются такие более пудровые, менее вот жирно-восковые. Для людей, у которых брови более густые, более толстые волоски, вы вообще разницу особую, я думаю, никакую не заметите. Вам что шик, что Vivienne Sabo, может быть даже Vivienne Sabo подойдет больше, потому что он мазюкать будет, скажем так, жирнее и ярче. Ну а для кого вот супер такие вот тонкие, лысенькие бровки, мне кажется, что вот что-то такое более сухое подойдет лучше. Но он, надо сказать, не прям сухой, что там надо корябать свое лицо. Не перелось в пигмент. То есть вы видите, что да, все как бы нормально у меня, брови нарисовались, никаких проблем особо нет. Ну поскольку у меня нет геля от бренда Шик для бровей, надо же. Бренд изначально начался со средств для бровей, у меня только их карандаш и все. У меня нет ни геля, у меня нет ни их маркера, который у них вышел тоже недавно. Но он, надо сказать, вот как раз таки дорогой, то есть он стоил рублей 800-900. Может это потому, что он только вышел, но как бы блин, камон. Маркер за 800-900 рублей, зачем, если как бы есть маркер, там, Influence, Vivienne Sabo, который стоит дешевле и при этом нормально, как бы говорят, работает. У меня был по премии Influence, и я им была абсолютно довольна. Брови уложили, возвращаемся к лицу. У меня есть также румяна, которая называется Blush Melange в 0,2 оттенке. Я чаще всего использую их как зеркало. По какой-то неведомой причине мне безумно захотелось этот вот оттенок прошлым летом, потому что мне он показался супер натуральным и таким вот прям красивеньким. Он правда красивенький, он очень натурально смотрится. Здесь такая вот белая прослойка с перламутровыми частичками. Румяна с таким легким сиянием получаются. Так вот эти румяна выглядят, с таким вот легким отблеском. Они по сути дают такой же примерно оттенок, как вот эти вот румяно-кремовые. Вот эти вот они, мне кажется, чуть-чуть больше такие все-таки розенькие, эти чуть-чуть более еще коричневые. И вообще этот продукт я чаще использую не как румяна. Бывает, его в складку века добавляю. Можно его использовать как скульптор, такой очень натуральный, с розовинкой. Довольно интересно смотрится. Вообще этот оттенок мне напоминает оттенок румяна Tower Glass, с которым Mood Exposure, по-моему, он называется. Но, по-моему, они чуть больше такие любого холодные. Но, возможно, я ошибаюсь. В любом случае, очень, мне кажется, похожи. То есть, можно сказать, что это на 90% аналоги, на мой взгляд. Учитывая, что, опять же, вот эти пудровые продукты Шик производит на том же заводе, где делают Hourglass. Сейчас эти румяна, наверное, нанесу чуть-чуть на вот эту сторону, чтобы показать, как это выглядит. Хоть чуть-чуть. Может быть. А может быть, я и направо ее нанесу. Чтобы вы увидите хоть какое-то изменение. Здесь тогда, ладно, тоже немножечко, чтобы сравнять цвет. Ну, в общем-то, я не жалею, что купила эти румяна. Просто я ими не так часто пользуюсь, как вообще должна, учитывая, какой здесь большой объем. И еще у них в линейке есть вот не 0, второй оттенок, а 0, первый. Но он получается еще более сияющий и более персиковый. Его лучше, наверное, используют как хайлайтер. Так, а сейчас мы приступаем к скульптору-бронзеру, который я очень сильно хотела, который очень многие любят. У него вот такой вот достаточно холодный оттенок. То есть, это больше все-таки скульптор с таким легким-легким сиянием. Я думаю, его здесь отлично видно на свету. Мне очень нравится этот оттенок, потому что он не супер холодный для скульптора, но при этом хорошо скульптурирует. У него такая пигментация прям очень, скажем, такая усредненная. То есть, я не могу сказать, что она вообще ничего не дает. Но его нужно прям хорошенечко так наслаивать. И, с одной стороны, это плюс, то, что ты не переборщишь, если ты работаешь, например, на девушке какой-нибудь, и ты боишься, что ты сейчас бухнешь ей кучу скульптора, и будет пятно, то здесь пятна не будет, потому что он очень тонко наслаивается. Но на это нужно время. Нужно прям вот посидеть, понаслаивать. Ну, либо его можно прям вот слегка совсем добавить. То есть, он такой очень buildable, скажем так, хорошо регулировать степень нанесения. И последний пудровый продукт. Это у нас пудра, тоже Glow Perfect Powder в оттенке Light Medium. То есть, это у нас получается 0,2 как бы. Не самый светлый, ну и не самый темный оттенок. Вообще, лучше бы я взяла, наверное, самый светлый. И он такой достаточно, как вы видите, темненький. Поэтому я наношу эту пудру супер тонким слоем, чтобы не было, как бы, очень большого затемнения. Но поскольку я сегодня очень-очень такая светленькая, мне даже затемнение немножко не помешает. В общем, я под глаза ее нанесу. У меня тут уже немножечко закатался консилер. Ну, это как бы нормально. И вот на подбородок, на поры. В общем, пудра, если так как бы говорить, она мне нравится. Пудра-то классная в целом. В сотый раз мы сказали, что она делается на заводе, там же, где производится Hourglass. И вроде как это та же формула. Ну, на самом деле, мне правда кажется, что это та же формула. И когда проходило же обучение макияжа, там у нас был и Hourglass, и вообще все возможные люксовые косметики. И там были в том числе вот пудры, хайлайтеры, румяна Hourglass, палетки Hourglass. Пудра с легким сиянием. И она, конечно, классная. Но вот только, конечно, жалко, что она все-таки стоит. Около двух тысяч. Ну, где-то... Хотя нет, я ее купила где-то за полторы. За полторы вообще шикарно. Но когда я обидела ее за 2 200, за 2 500, мне вот как бы жава душила. Наверное, не тот человек, который очень сильно заморачивается по поводу пудр. То есть, у меня есть бюджетные пудры, которые мне нравятся. Я такая, ну, хорошие пудры и все. Чего-чего-чего надо еще? Ну, если говорить, кстати говоря, не только о том, как она выглядит на лице сейчас, а потом, то как бы, что хорошо, она хорошо закрепляет макияж без вот этого вот эффекта перепудривания надолго. Для тех, у кого вот как раз-таки кожа жирнится, это будет хороший плюс. Кукуруза здесь в каком-то виде добавлена, которая вот абсорбирует жир очень хорошо. И получается, что у вас остается вот это вот здоровое сияние, которое вот дает эта пудра, без своего нездорового жирного сияния. Итак, наконец-то мы будем переходить к глазам. У меня здесь есть несколько кремовых теней от Шик. Такой вот коричневый, который оттенок у меня 0,5. Я им, по-моему, никогда не пользовалась. Как ни странно, купила на скидках. И оттенок 0,6, который очень довольно интересный. Он такой сизо-лилово-серый, с какими-то мелкими перламутровыми зелеными частичками. Такой очень сложный цвет. Привет. Наверное, я его сегодня попробую. Вот этот вот 0,5 очень часто показывала Анталья Шик на своем канале для того, чтобы делать смокий айс. Он, правда, хорош. Здесь есть такая тоже легкая перламутровая текстура. Но он очень пигментированный. Прям очень такой пигментированный оттенок. И я не делаю себе практически никогда смокий айс. И вот такие вот из летней коллекции румяна. Не румяна, а оттенки теней, которые мне очень понравились. Я надеюсь, что они войдут в постоянную коллекцию. Там еще есть лимонный. Я хотела бы его попробовать. И фиолетовый. Ну, как-нибудь потом. Вот такой вот розовый. У меня называется Гуава. Даже номера нет, по-моему. И вот такой вот Оранж. Я сегодня, наверное, буду делать разные глаза. Как ни странно. Чтобы максимально много показать оттенков всяких теней, спарклов. Еще вот есть такой вот у меня 0,10 оттенок. Тоже купила его краски для видео. Потому что он очень популярный. Сколько я знаю, у бренда это 10 такой как бы попер жидких теней. Такие вот они прям нарядненькие. Ну, у нас вот кое-что есть еще нарядненькое, конечно. Вот тут у меня новый спаркл. Так, давайте сначала сделаю вот что-то с вот этими вот тенями. Я хочу их соединить на глазу. Сделать как бы два оттенка. Несу его вот сюда чуть-чуть. И возьму... Как его видно? Только быстрее надо, пока ничего не засохло, мамочки. И вот такой вот розовый сюда. И вот уже розовый. Уже такое ощущение, что подсыхать начал. Надеюсь, нет. Потому что он мне очень-очень сильно нравится, этот розовый. Так. И сейчас я буду их аккуратненько смешивать между собой. Как бы я хочу, чтобы оранжевый переходил в розовый. И вот, я думаю, видно, что вот тут вот розовый у нас раскрывается. Но они такие перламутровые. Сейчас я продублирую еще чуть-чуть. Вот сюда оранжевого. Видите, какой прям оранжевый. И розовый. Они не такие плотные по цвету, как вот эти вот из регулярной линейки. Они такие полупрозрачные. Немножечко. Эти цвета у меня будут уступать, как такая небольшая подложка. Конечно, они сегодня на мои усохшие просто веки ложатся не то, чтобы идеально. Ну, видите, они довольно блестящие. То есть, они не матовые. Если вам нужно что-то, чтобы прям было матовое, это вам не сюда все-таки. Это оранж. Это гуава. И хочется добавить сюда вот какие-то такие спарклы. Вообще, я бы хотела добавить сюда спаркл сам. Он бы сюда очень хорошо подошел. Лучше покажу как бы новые оттенки. Это конкретно у нас марсик. Розово-оранжевый. Он не розово-оранжевый. Такой оранжево-розовый. Посмотрим, как он будет смотреться. Ух ты! Красота! Да, он очень хорошо раскрывается на этом цвете. Я его прям в складку аж натянула. Ну, ладно. Буду прям невероятно сияющей. Так, он максимально близко. Тут, конечно, надо сказать, немного сложно. В том плане, что уже, наверное, на блестящем и так веке непонятно, что сделала спаркл. Поэтому давайте я нанесу его еще вот сюда, чтобы было понятно. Видите, он дает такой красивый тоже дохромно-розово-оранжевый блик. И хорошо бы, конечно, еще подошел вот этот вот свет блестючих теней. Но мне сюда уже их некуда. Здесь как бы поверх я планирую другой спаркл. Поэтому я давайте тоже на голое веко вот так нанесу. Вот я уже стерла марсик. Так, где у меня чистый палец. Вот. Получается... Ой-ой-ой, какая красота! Жиж какая! Честно говоря, немного какой-то неуправляемый. Спаркл жуткий. Мне как-то сухие попривычнее. Мне кажется, что вот этот вот спаркл, он... Слишком какой-то водянистый. Это прям такой супер-топпер. Но мне кажется, если его много нанести, то он может разъесть уже то, что было. Выглядит так красиво, особенно вот если на голое веко, то проблем не будет. Итак, приступаем к вот этим вот спарклам. Точнее, не спарклам, а жидким теням, которые 06 тенок. Такой сизый, сероватый. И который 05 идеальный для смоки. Я хочу попробовать вот этот вот сизый. Я его уже пробовала тогда, когда я покупала один раз, собственно. Ну вот, мне хочется еще раз с ним попробовать что-то сделать. Очень тут много продукта набралось. Он может немножко из-за своего такого цвета, сложного, какого-то непонятного, то ли серого, то ли фиолетового, постушеваться в какую-то грязючку немножечко. Мы сейчас постараемся этого не сделать. Ну, если что, в принципе, у меня есть и другие. Вот эти 05. Так. В общем, смотрим на цвет. Цвет тоже вот имеет в себе такой немножко сатиновый блеск. Вот они прям пигментированы очень хорошо. В принципе, работать тоже удобно. Не такие они, как эта жижа липкая, которая 010 блестящий. В общем, не могу сказать, что получилась прям какая-то грязь. Просто такой холодный лиловый оттенок теней. Максимально, конечно, не совпадающий с вот этим. Вот здесь у меня вообще, мне нужно здесь будет тоже добавить чего-то в складку. Хотя, ладно, буду такой немножко сегодня типа творческий макияж, креатив. Добавим немного вот этого 05 коричневого. Посмотрим, что у нас тут будет. Ой, он прям очень пигментированный. Я боюсь его много наносить. Так. Нанесу его вот сюда, наверное. Вот так вот. У меня, конечно, остались немножко остатки блесток. Ну, к сожалению, у меня только два глаза, а показать хочется все на глазах. И вот сюда я его чуть-чуть опущу. Вот этот вот коричневый, который 05, он, кажется, мне кажется, кажется, мне кажется, в тюбике более таким теплым. Как будто бы бронзовый. Но, может быть, из-за того, что он смешивается вот с вот этим вот холодным, здесь он получается такой более холодный. Ой, короче, если честно, я испытываю стресса. С этими тенями мне, ну, тут как бы немного сложно. Лучше их, наверное, друг на друга не наслаивать. И знаете что? Я опять намазываю эти тени. Я просто сделаю вот как положено для Smokey Eyes подложку. Вот, и не буду тут пытаться что-то умное изобразить. Сделано как подложка для Smokey Eyes. Все, используем как подложку. Блин, ну, очень как-то пигментированная для меня. Я не знаю, может быть, это для суперпрофессиональных визажистов это то, что надо. Фух, я более-менее тут поправила кое-как себе глаза. Точнее, вот этот вот левый глаз. И сейчас хочу добавить вот этот вот новый Sparkle, который называется Diadema, а не Diamond, извините. Он называется Diadema. Тут зеленые какие-то блестки и такие желтые. Сейчас я поближе покажу. Если будет видно. Написано, что он идеален для Smokey Eyes. Красивенький такой получается он. Поближе придвинусь, чтобы показать, что тут, в принципе, у меня происходит на глазах. Здесь я начала немножечко подтушевывать уже засохшие тени. Кисточкой добавлять вот такую вот прослойку белого цвета. Хотя я под бровь. И получилась очень странная вещь. Получилось, что вот этот вот засохшие тени, которые розовые и оранжевые, они начали отваливаться просто. Просто отваливаться от века. И пришлось добавить обратно. В общем-то, имейте в виду. Вот с этим все в порядке. Есть и такие стойкие тут тени, что они никуда вообще не собирались деваться. Итак, перед тем, как продолжить. Я стерла бальзам для губ. Начала добавлять сюда в складку века немножечко скульптора. Вот этого вот. Но, к сожалению, эти тени не выдерживают никакого вмешательства. Они начинают отваливаться от кисти. Так что я остановилась на этом. Добавила сюда чуть-чуть вот скульптора немножечко. И добавила хайлайтера немножко сюда, немножко сюда. И здесь тоже немножко сюда, немножко сюда. И перед тем, как переходить далее к остальным всяким штукам, покажу еще вот спарклый шик немножко. У меня вот есть оттенок капеллы. Бронзовый оттенок со серебристыми блестками, спарклами. Он мой любимый, на самом деле. Я им пользуюсь чаще всего на вообще даже повседневку. Дальше спаркл, который самый популярный, наверное, в линейке. Это вега. Он в целом похож на капеллу, только он чуть похладнее. И, наверное, еще более яркий. Даже с каким-то чуть-чуть таким розоватым отливом. Более такой холодный. Он сан, который я тоже очень люблю. Ну, это вообще дуахром. Такой лилово-розово-сиреневый. Он менее насыщенный, но более такой полупрозрачный. Тоже очень красиво переливается. Марсик мы сегодня наносили. Самый нижний оттенок марсик такой. Ну, в принципе, выглядит довольно интересно. Сюда сверху это у нас будет полис. Голубой оттенок. Тоже такой дуахромненький, красивенький. И переходим еще к таким вот карандашикам. У меня еще такой был зеленый. Называется Марокко, по-моему. Каял. Я его не могу найти. У меня остался вот только Калипсо. Такой золотисто-бронзовый оттенок. Вот он. Я его нанесу сегодня в слизистую, чтобы показать. Куда-нибудь вот сюда. Ой, отвалился у меня кусок. Слишком сильно надавила на руку. Он прям очень хорошо переходит на слизистую. Даже, может быть, чуть-чуть себе стрелочку какую-нибудь сделаю. Здесь бы, в принципе, на этом глазу вообще не помешала бы какая-нибудь подводка. Ну, ладно. Обойдемся сегодня без нее. Вот. Очень стойкий. Фиксируется. Вот я его буду сейчас тереть. Он уже никуда особо не девается. Тушь от Шик. Она у меня уже была давно когда-то, когда только вот опять же появилась. Ну, не могу сказать, что она мне прям сильно как-то нравится, но она нормальная. Она вот типичная такая белорусская тушь. Сейчас буду ей красить. Может быть, она уже мне как-то больше понравится. Но она хорошо разделяет, хорошо удлиняет, немножко добавляет объема. Но не слишком прям много объема. Я люблю пообъемней. Но зато хорошо разделяет, потому что здесь щеточка такая прям силиконовая. Ну, кстати, мне кажется, что сейчас она менее жидкая, чем в прошлый раз. Мне кажется, тогда, когда я ее первый раз пробовала, три года назад, она была такая жидковатая. Мне кажется, она у меня как будто бы уже немножко сухая, если честно. Мне кажется, она уже скоро умрет у меня. Хотя она была запакована. На этом глазу у меня как будто получше получились ресницы. Менее скомканные. Более такие аккуратненькие. Здесь какая-то вот у меня фигня получилась. Как будто бы разными тушами красила. Ну, вот этот намного лучше. В принципе, красиво выглядит. Даже мне тут макияж стало больше нравиться. В общем-то, ничего такой с муки айс получился. Здесь такой своеобразненький немножечко макияжик. Так, перед тем, как мы продолжим. Я нанесла еще немножко румян, который... Ну, второй оттенок, потому что я уже все своим консилером стерла, чтобы обновить цвет. И теперь мы переходим, наконец-то, к губам. Губы, кстати, у меня тоже немножко в румянах. В общем-то, легендарные карандаши шик. У меня есть они в четырех оттенках. Они все здесь. Сверху вот это оттенок Беладжо. Дальше идет оттенок Монза. Дальше идет оттенок Верона. Потом оттенок Флоренс. И это оттенок от реснички. И 340, чтобы показать, насколько они похожи. В общем-то, мой любимый это Верона. Вот этот холодный такой коричневый. И Флоренс. Почему-то Беладжо и Монза я вот их игнорирую. Но я сегодня, наверное, буду наносить их. Потому что я хочу сначала показать помаду, которую я купила как раз-таки тоже. У меня не было помады специально для обзора в оттенке 11 Cremant. Он такой очень бледный, поэтому я хочу его как раз-таки чем-нибудь таким розеньким разбавить. И потом я также нанесу какой-нибудь из этих блесков. Даже, наверное, оба. Которые 02 Naked из регулярной коллекции их. И оттенок Golden Hour. Который был в лимитированной такой коллекции. Но он, по-моему, еще продается. Поэтому я его показываю, собственно. Буду наносить, наверное, оттенок Монза. Такой розенький. Больше оттенок, чем коричневый. И потом оттенок Cremant. Карандаши очень такие хорошо переносящиеся на губы. Но они не гелевые, как все уже, наверное, знают. А обычные в дереве. И сейчас мы будем наносить вот эту помаду. Вообще, я потом уже, когда пришла в офлайн-магазин случайно, после того, как я купила эту помаду, я поняла, что надо было брать оттенок, наверное, который называется French Rose. Новый оттенок. Не помню, какой у них номер. Либо, может быть, Petal. Либо оттенок, возможно, Сладкие пески, который называется. По-моему, 01. Потому что этот очень бледный. Но, как бы, ладно. Чуть-чуть иногда можно эти оттенки использовать. Для того, чтобы как-то разбавить образ, скажем так. Разбавить более темную помаду. Это что-то совсем как-то странно смотрится. Такой немножечко британский этот макияж. Вы знаете, как делают утрированно макияж англичан? Такой желтый тональный. Губы тоже с таким вот контуром и с таким белым омбре как будто бы тональник нанесли. Точнее, не как будто, а тональник нанесли конкретно. Не знаю, мне кажется, с Вероной бы лучше сочеталось. Я вот нанесла оттенок Верона. Сейчас у меня губы в тональнике. И попробуем сейчас еще раз нанести этот Крамент. Ой, ну тоналка, конечно. Но если говорить про текстуру помады, то она не застывает полностью на купах. Она получается такой немножко пудрово-муссовый. Блеск, который Naked. Сразу более-менее хоть что-то адекватное получается. Да, Naked просто спас ситуацию максимально. У меня до этого вот такой же был блеск от Chic в версии Intense 01, который назывался. Я его отдала маме. Ей тоже понравился этот блеск. Он мне прям тоже очень нравился. Это, наверное, единственный блеск, который я использовала очень часто. Как ни странно, потому что он был вообще не липкий. Но он и есть не липкий. Он красиво смотрелся. И плюс он хорошо увлажнял губы. Сгодило все это очень красиво. Так, ну в целом губы вообще-то нормальные. Просто они не подходят к моему нарумяниному лицу. Это вот для как раз-таки более спокойного лица моего, которое такое все изрумяниное. Нанесу эти нам Беладжи. Вот так выглядит Беладжи. Я решила еще его вокруг обвести Вероной. Теперь наносим Golden Hour. Должен хорошо выглядеть здесь. Очень красивый. Ммм, такой хорошенький. Здесь есть такие золотые блестки. Вот такой вот макияж у меня получился. Сейчас буду немножко говорить про продукты. Я не буду говорить про все продукты заново. Я просто скажу про те продукты, наверное, которые для меня немножко оказались расстройством по итогу. Это вот эти вот тени, которые розенькие и оранжевые. Потому что вот, может быть, это сегодня что-то не так. Я слишком их активно потерла именно вот натуральным борсом. Но они отлетают после того, как ты пытаешься что-то поверх на них нанести. Это, конечно, ужасно плохо. И меня это расстроило. Поэтому у меня вот здесь вот такая вот как бы проплешина. Я не стала ее уже замазывать, потому что я устала. И вот эти тени, не могу сказать, что они как бы меня расстроили. Просто, скажем, они немного не для меня. Ну, может быть, вот прям вот если делать смокий айс, в принципе, вот как бы то это быстро. Действительно нанес вот этот вот коричневый оттенок, растушевал. Потом почистил консилером. Нанес вот этот вот спаркл диадему. В общем-то, все. Достаточно симпатичный смокий айс получился. Ну, там потом тоже добавить хайлайтер. Расставить немножко акцента в уголок. Они еще и очень пигментированные. Просто мне ими немножко сложно работать. И еще я решила уже стереть эти карандаши. Они совершенно, на мой взгляд, не подходят сюда, в этот макияж, к этим румянам. Вот так, без карандаша, просто один вот такой вот блеск Golden Hour, который выглядит гораздо лучше. Ну, не считая того, что у меня еще глаза разные, да, не будем, конечно, игнорировать этого слона в лавке, скажем так. Так, и сегодня я еще сделала альтернативный макияж продуктами Шик, потому что в видео у меня два разных глаза, и никакой гармонии не получается, никакого слияния бесконечно вечным. Поэтому сегодня буду показывать, что, опять же, использовала. Сегодня у меня тональный Velvet Cover, который более увлажняющий. Он мне нравится, но вот, к сожалению, видите, как у меня сейчас шелушится кожа, плюс я еще припудрилась зачем-то, ну, не зачем-то, а чтобы показать вам еще раз, как выглядит пудра на лице. Поэтому у меня так много шелушений, но так в целом он хорошо сидит на моей коже, когда с ней все в порядке. Потом вот этот вот консилер в первом оттенке. Далее кремовая коррекция. Сегодня скульптор в шайбе, вот этот вот 0,2 оттенок, решила сегодня попробовать. В целом мне он начинает нравиться. Далее закрепила все вот этим вот скульптором. И далее нанесла вот эти вот румяна без подложки, потому что в видео я наносила их на другие румяна. Я хотела показать вот, как они выглядят в чистом виде на лице. Получается что-то между скульптором и бронзером. Ну, такой очень-очень естественный и легкий румянец. Хайлайтер у меня не шик, другой. Поэтому не обращай внимания на это космическое сияние. Ну и также нанесла пудру в оттенке Medium. В общем-то она хорошо лежит. Не подчеркивает, можно сказать, шелушение, потому что они у меня и до этого были. Поры более сблюренные. Такая чуть-чуть полуматовая кожа, потому что так-то, ну, тон, мне кажется, без припудривания более сияющий, чем с пудрой. Поэтому немножечко он сияние убрал. Добавил чуть-чуть такого лоска, можно сказать. Далее переходим к глазам. Сегодня пыталась снова укоротить вот эти тени в 0,6 оттенке. Очень красивый такой сложный оттенок. Но он такой же сложный в работе, какой и оттенок сам по себе. В целом вышло в этот раз получше, чем когда я пробовала, по-моему, первый раз их в видео. Но вот они очень пигментированные. Ими довольно сложно из-за этого работать. Видите, здесь такие есть нерастушеванные края, потому что они застывают быстрее, чем я. Я успеваю с ними сделать нормальную форму. В общем, мне нужно тут ещё приноровиться. В принципе, если добавить сюда сухих теней на границу, как-то вот так это всё сглазить, как положено, всё будет хорошо. Но я решила, чтобы вот всё было наглядно, не делать этого. И такие тени, наверное, больше подойдут вот именно как база. То есть вот начинать их не в складку наносить, как я. Я всё пытаюсь ими создать какую-то форму. Но лучше начинать их наносить на подвижное веко и просто вот к складке уже растушевывать. Тогда получится более плавный такой эффект. И это будет хорошая подложка под сухие тени или под спарклы какие-либо. И далее на правый глаз вот этот я нанесла оттенок Sparkle Sun. Получилось довольно интересно. На левый глаз вот этот я нанесла оттенок Vega. Получилось не так дохромно, но тоже красиво и нарядненько. Дальше на нижнюю слизистую нанесла вот этот вот карандаш гелевый в оттенке Calypso. В целом он сюда вроде как по идее не должен был подходить, но подошёл. Выглядит симпатично, добавляет лёгкий блеск. Что мне сегодня очень выбесило. Так это вот эта тушь, которая всё-таки и со второго раза как-то плохо у меня ложится, особенно на правый глаз. Получаются какие-то комочки, какие-то кривые ресницы. Это я ещё повозилась вот тут вот с ними. Пыталась что-то там снять, заново накрасить. Первый слой-то получается более-менее нормальный. А потом вот начинается у меня какое-то комкование. И на губах у меня сегодня вот этот вот маленький Florence и вот такой вот блеск в оттенке 02 Naked. Хотелось бы сюда что-нибудь более такое сочное для губ, потому что как-то всё очень получилось в такой холодной гамме. Но в целом они сюда хорошо подошли. Вообще я бы нанесла сюда матовую помаду, но, как вы знаете по видео, она очень бледная. И её нужно там ещё подумать, куда вписать. Вообще есть очень красивый оттенок помады, ещё раз повторюсь, это 10-й. Вот его надо было брать, French Rose. В жизни он выглядит намного симпатичнее, чем на фото. На фото он вообще мне не понравился. Вообще оттенки, надо сказать, помады выглядят на фото как-то совсем не так, как в жизни. Именно поэтому легко ошибиться. Так что лучше выбирайте их офлайн. Ну, в общем, вот такой вот макияж у меня получился. Пишите, как вам. Также пишите, что вам нравится от бренда Chic. Может быть, у вас есть какие-то любимчики. Или наоборот, есть вещи, которые вы просто ненавидите. Может, вы сразу заметили, что тени вот эти вот отлетают, когда ты их кисточкой трёшь. Пишите ваше мнение по этому бренду. Мне в целом оно положительное, не считая вот этих вот фейлов с кремовыми тенями. Также, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно-безумно приятно. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.